Всем привет друзья, вы на канале Шедвель Игровые Миры, меня зовут Дмитрий, сегодня у нас премьера, на канале мы будем изучать новый постапокалиптический мир под названием Fallout 4. Игра вышла примерно полтора месяца назад, я ее сразу же приобрел для консоли PS4 и дал ей, как говорится, отлежаться, чтобы, во-первых, разработчики могли исправить первоначальные баги, которые обычно встречаются. На выходе таких легендарных хитов, как Fallout 4, да и чтобы утихла лишняя шумиха вокруг этой игры, которая только мешает погружаться в эту атмосферу и наслаждаться ею. Я специально выбрал самое спокойное время в году, это обычно под Новый год, когда у меня есть свободное время, чтобы хотя бы войти в эти постапокалиптические миры и осмотреться в них. А дальше, друзья, как пойдет. Ну, давайте начинать, давайте начинать новую игру, посмотрим, что же там находится за этой оболочкой под названием Fallout 4. Начинаем новую игру. Начинается первый вход в этот постапокалиптический мир. Что там нас ждет, я даже не подозреваю. Это будет неспешное прохождение, друзья. Мы не будем никуда торопиться, будем детально изучать весь окружающий мир, тех, кто его населяет и, естественно, нашего главного персонажа, за которого нам предстоит играть. Субтитры делал DimaTorzok War. War never changes. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. He got his wish when the U.S. ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction, domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. But then, in the 21st century, people awoke from the American dream. People awoke from the American dream. And I am afraid... for myself... for myself... for my wife... for my infant son... because if my time in the army taught me one thing... it's the war... war never changes... The war never changes... И так, друзья, мы уже... Я так понял, в игре, да? Используйте R, чтобы осмотреться. А, это мы создаём персонажа. Вот так вот, ладно. Окей, а что у нас здесь есть? Лицо, L1, R2, лицо, дополнительное... А, пол. Здесь даже можно выбрать пол. Посмотрим, так, сзади кто-то прошёл. Его надо убить. Наверное. А, друзья, мы можем играть за женщину, а можем играть за мужчину. Ну, естественно, мы будем играть за мужчину, потому что, ну, как можно играть по-другому. Но бывают, конечно, случаи в играх, например, Resident Evil, где захотелось поиграть за женщину. Но не в этом случае. Тем более, на заставке главный герой говорил от своего лица. Это был мужчина, он рассказывал про своего деда, о том, что американцы выиграли Вторую мировую войну. Ну, как обычно это бывает, как в фильмах, так и в играх. Но с этим придётся смириться в любом случае. И поэтому будем играть за молодого человека. Давайте выберем лицо. Попробуем посмотреть, что тут нам предлагают. Опа! Вот это да! Ну, явно не за этого. Так, это Азиат. Это Азиат. Этот парень явно недавно выпустился. Причёски здесь нет. Видимо, придётся смириться с тем, что есть. Так, этот парень мне не очень нравится. Слишком старый. Ещё помрёт где-то в постапокалиптическом мире. А может и не старый. Ну, усы лишние, это явно. Так, не годится. Тоже как-то слишком... Этот мексиканец тоже, да? Какой-то или что-то такое. Мафия какая-то. Так, длинные волосы не идут. Не идут. Что-то я не могу выбрать своего персонажа. Интересно, лицо рандомно выбирается? А, нет, 15 вариантов. Так, слишком стар. Ты умрёшь, наверное, сразу. Ну что ж, друзья, давайте первого выберем. Он самый подходящий для нашей игры. Давайте нажмём, что такое лицо. Для выбора элемента, который вы хотите изменить, используйте L. Мотивы. Используйте L. Нажмите, чтобы изменить выбранную черту лица. Двигать, принять. Это я буду слишком удивлён, да? Это слишком... Да, вот так, наверное. Если это постапокалипсис, то лучше... Нахмуриться как следует. Ладно, всё, друзья, я не буду менять это всё. Мне как-то глубоко... Как я буду выглядеть, главное, чтобы я выжил. Ну, давайте ещё нос попробуем. А что, и цвет можно менять? Красный нос, что ли, да? Под Новый год сделаем его с красным носом? Так. Так, верните, верните, мать его. Что это такое? Охренеть. Это явно уже мутированный парень. На него радиация уже подействовала. А этот парень... Ха-ха-ха. Явно зазнался. Он самый лучший, наверное, будет в постапокалиптическом мире. Ну, ладно. Давайте отменим, как это было. Всё, друзья, не будем мучать нашего персонажа. Всё равно я не разбираюсь, как он должен быть. Цвет давайте ещё попробуем. Розовые щёки, бледные, подрумянилый, загорелый. Нос, что ли? А нет, лицо, слава богу. Ты думал нос менять только. Бронзовый. Но ты явно желтухой болеет медь. Каштан. Загорелый. Ну, давайте загорелый. Всё. Не будем здесь оставаться надолго. Пол тела. А что такое дополнительно? Отметины, ссадины, урон. Что такое ссадины? Л1, Р1. Я не вижу, что меняется. Но что-то, наверное... А, стоять. Тени. Блин. Верните назад на 50%. Болезненный у нас уже стал. Пусть 51 будет. Так, цвет губ. Ссадины на лбу. Блин, да это болезнь. Его кто-то уже избил. Ладно. Своё он ещё успеет получить. Давайте тело выберем. Реально, чтобы не был жирным. Так. Выберем мускулы. Мускулы что делать? Стройность, полнота. Ну... Охренеть. Он и в костюм не влезет-то наш космический. Блин. Забавно сделали. Начало для Fallout. Давайте всё сделаем в сторону мускул. Будем качать силу. И только так можно выжить в постапокалиптическом мире. Всё. Друзья, готово. Вперёд. Да. Я думаю, это самое оно. Автосохран... Так, там какой-то робот летает. Ну что ж, я уже начинаю играть. Это... Какая-то женщина. Её зовут Нора. Я могу с ней говорить. Так, я сейчас приду, друзья. Давайте... Она мне сказала, давайте сейчас посмотрим окружающий нас мир. Это ванна нового образца. Сейчас, как вы видели из заставки, на дворе 2077 год. Так, а ну давайте со звуком определимся. Нормально слышно? Так, давайте я чуть-чуть сейчас выйду в меню, добавлю звука, потому что я плохо слышу Нору. Так, звука я только что добавил. Сейчас проверим ещё раз. Ну что ж, по-моему, нормально. Я не знаю, что я добавил. Так, друзья. Это робот, по-моему, наш слуга. Мистер Хэнди, да. Это роботы из Фоллаута. Они служат для дома. Как, например, та же микроволновка. Вот так же их покупают в ящиках. И они готовят чай. Наверное, делают уборку. Забирают почту. Следят за детьми. И так далее. Фирма у них одна. General Atomic, которая выпускает все приборы бытовые для дома. И прочую технику. Это порошок какой-то. Ладно, пойдём посмотрим, что ещё находится здесь. Несмотря на то, что это 2077 год. Смотрите, техника здесь такая старинная. Как будто это 60-е годы. Снимки всё ещё печатают. Никакой цифровой техники. Если это, конечно, 2077 год. Если я что-то не перепутал. Мы бывший военный. Наш главный герой, вернее. Он надеялся, наконец-то, что мирная жизнь начнётся и в его городе, и в его семье. Но, как вы видите по заставке, ничего хорошего из этого не выйдет. Это детское. Так, это шоу. Я так понял, это моя жена, а это мой ребёнок, да? Поиграли с малышом. Надо крутнуть хотя бы ему вертолёт, а то совсем же скучно. И, по-моему, он, друзья, немножко темнокожий. Надо спросить у Норы, как такое недоразумение-то получилось. Смотрим, что мы здесь ещё имеем. Кубики. Я не знаю, другие кнопки пока не нажимаю, только блуждание. Да, как я и говорил, он приносит газеты, готовит кофе, летает с помощью атомной энергии по дому. Зовут его Кодсворт, да? Кодсворт. Тяжеловатое имя, я бы назвал его просто Бобби или Фрэнки. Так, жена уже здесь, ё-моё. Вытащила газету откуда-то, посмотрим, что в газете. Опять одно и то же. Бостон Багл. Да, друзья, смотрите, там ушло на небольшая авария, и наш робот уже бежит к нему. Сейчас примерно октябрь. Ну да, листья жёлтые. Скоро Хэллоуин, семья просто готовится к празднику. И ничего плохого не ожидает. Ну что ж, обычный маленький домик. Не шик, не роскошь. И что мне здесь делать дальше? Что-то я не пойму. За окном стоит машина Волтек, которая называется. Опа! Тут какая-то голова. Кто-то к нам пришёл. Ну давайте откроем, посмотрим, кто это тут. Так, система диалогов у нас переносится на геймпад. Доброе утро. Доброе утро. Это не так? Просто посмотрите на этот небо. Ты не можешь начинать знать, как счастлива я, чтобы наконец поговорить с тобой. Я пытаюсь за дни. Это вопрос большинства, я уверен. Что так важно? Что так важно? Я здесь сегодня чтобы сказать тебе, что, потому что вашей семье службы в нашу страну, вы были предстоитаны для входа в локальную вулку. Вулк 111. Итак, друзья, мы узнаём только что, что... узнаём то, что... на дворе скоро произойдёт огромный взрыв. Третья мировая война совсем близко, и наша семья, наш главный герой, бывший военный, удостоена тем, что ей выделили... Подожди ты меня уже, я говорю. Выделили места в убежище под номером 111. Ну что ж, это здорово. Убежище Убежище дают лишь избранным, поэтому давайте поподробнее. О, это имеет все аминадии модернного дома, я уверен, не предупредить total protection from nuclear radiation and hostile mutants. A better future underground. It's not only our mission, it's our passion. sure, let's do it. Splendid! Splendid! Now, let's see. Так, друзья, и тут нам дают анкету для регистрации. Расскажите нам о себе, в Олтек нужна подробная информация, только тогда мы сможем обеспечить вам счастливую жизнь. И тут мы начинаем распределять наше 21 очко таланта. Вот так здесь это преподнесено, никаких скучных там распределений. Пришел представитель Волтека и говорит, чтобы мы представились. Давайте же это сделаем. Итак, сила. Сила определяет физические возможности вашей маскулатуры. Какой вес вы сможете нести и сколько наносите урона в ближнем бою. Понятно. Восприятие. Это ваша способность замечать то, что происходит вокруг. Оно влияет на точность оружия ВОТС. Что такое ВОТС, я не помню. Вернее, забыл. Вернее, не знаю. Выносливость определяет вашу физическую подготовку. От нее зависит максимальный запас здоровья и расход очков действия на ускорение. Харизма определяет вашу способность влиять на других людей. От нее зависит ваша убедительность в разговорах, а также цены у торговцев. Ну, обычно я в ролевых играх никогда ничего у торговцев не покупаю, но может быть здесь что-то и нужно будет приобрести. Интеллект параметр, определяющий ваш уровень ума, он влияет на количество очков опыта, которые вы получаете. Это, наверное, ценно. Ловкость определяет быстроту ваших рефлексов и точность движения. От нее зависит число очков действий ВОТС, способность действовать скрытно и удача. Естественно, удачам довольно удачу 3, ловкость 3, выносливость 3, восприятие 3. Я не знаю, честно, как распределять правильные очки. Интеллект 3, харизма 2, хоть чуть-чуть надо быть привлекателем, а то меня, блин, все мутанты будут бояться. Силу 5 сделаем, давайте, восприятие 4, удачу 4, не знаю, не знаю, что-то может быть я не то делаю. Еще одно очко, харизма, мне как-то наплевать, как они будут на меня эти люди смотреть, хотя, может, это и важный параметр. Очки действия, блин, все важно, я не знаю, я, наверное, сейчас запарю своего персонажа, как это обычно бывает, а потом буду долго-долго восстанавливаться к середине игры, только исправлю свои ошибки. Восприятие, я думаю, не надо, выносливость, сила, ну, ближний бой, ну, давайте, 6, все, как тут принять, ну, ноль очков, все же. А, здесь еще и имя есть моего персонажа, а как его тут водить, ага, здесь имя водится вот так, как мне поменять язык, вот так, ну, давайте, назовем себя традиционно, шед из шедвеля, готово, все, имя есть, и характеристики кое-как мы распределили, поехали. так, наш ребенок плачет, робот бежит в панике к нам, я уже здесь, спокойно, малыш, нам только что выписали места в убежище, поэтому можешь не волноваться, мобиль, это мобиль, что-то там волнуется, шумит, сейчас пойдем узнаем, что-то там за дела-то, я нашел прыжок, друзья, по-моему, начинается, друзья, начинается всемирная паника, а теперь самое время отправляться, друзья, в убежище, что-то здесь вокруг паника, я слышу вертолеты, но их не вижу пока что, соседка кричит, чтобы мы бежали, видимо, всем, кто здесь живет, выписали места в убежище, народ бежит, я практически последний, надо, наверное, поднажать, даже почтальон бежит, ребята, ребята, вперед, вперед, мне это напоминает, друзья, Last of Us, помните тоже пролог, когда мы бежали вместе с Сарой и Джоэлем по примерно такой же местности, вот наша супруга бежит, и мы ее должны охранять, надеюсь, концовка здесь будет не такая, как в Last of Us в прологе, это тот самый представитель, похоже, многих не пустят, пропустили только нас, друзья, обалденные роботы стоят, всех остальных, похоже, никто спасать не собирается, здесь прилетает самолет, наверное, для самых избранных, кого-то высадят еще, а наша задача, на платформу в центр, а где здесь платформа, а вот она, это то самое убежище, друзья, оно совсем рядом с нашим домом, давайте запомним это место, таким, каким оно было, возможно, мы видим его в последний раз, с нами еще человек, семь, не больше, не больше, почти там, мы будем в порядке, я люблю тебя, двоих вас, мы тоже любим тебя, друзья, ядерный взрыв, смотрите, здесь он произошел, на нас идет волна, многие попросту не выживут, ух ты, похоже, наших соседей больше нет живых, да и военных, которые нас сюда провожали, мы уцелели, без вещей, без документов, без ничего, абсолютно, давайте осмотрим, кто спаслись вместе с нами, нас заставляют пройти, наверное, в наши камеры, или где мы там будем жить, здесь еще есть люди, друзья, идет распределение, по половому признаку, ну, женщина, проходишь, так, проходите к столу, возьмите комбинезон, и следуйте дальше, как взять комбинезон, а, мне его дают прямо в руки, так, нам надо идти за доктором, комбинезон мы будем выглядеть, как вот эти люди, в синеньком, у каждого проводник в этом месте есть, который за нас отвечает, это какие-то барокамеры, и там уже кто-то находится, неужели мы будем жить здесь, вот это да, я-то думал, у нас комната будет, что делать дальше, так, так, мне надо надеть комбинезон, о, вот этот вид мне более привычный, а то с первого лица, от первого лица, как-то я дезориентируюсь, в этом месте, вы, что делать, как одеть комбинезон, не понято, или мне сюда, да, друзья, не надо ничего надевать, походу меня переоденут автоматически, комбинезон уже на мне, я опускаю с бара камеру, а моя супруга будет напротив, а, это просто медобследование, я-то думал, мы здесь жить будем, идёт какая-то заморозка, отчёт времени, у меня такое ощущение, что нас в сон какой-то погрузили, или это такое лечение, вдруг у меня какая-то болезнь, вдруг я больше не проснусь, или где я вообще, почему белый экран, криогенный сон, друзья, это заморозка была, реально, интересно, сколько времени это прошло, и как-то моя семья, так, их зачем-то, зачем-то вынимают, ребёнка я вижу, смутно, конечно, но вижу, я почему-то пришёл в себя, или процедуры окончены, так, походу, он нашего ребёнка забирает, есть тут пистолет, или какой-то рычаг, охренеть, друзья, по-моему, мы в ловушке, ух ты ж, мать вашу, вот это поворот, ну что ж, походу, мы лишились только что жены, а сына куда-то унесли, люди, которые это сделали, я не думаю, что это те доктора, которые были, либо нас захватили, пока мы спали, либо нас лечили, либо, это был таков план, самому даже прокашляться захотелось, после всего увиденного, а тут какой-то сбой, сбой, в котором наша камера открылась, мы выбрались из неё, успешно, автосохранение, время на исходе, начато, и, 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 мне холодно, мороз вышел, а как там моя жена, я не могу её открыть, я не могу её открыть, ну же, да, вот это спаслись, лучше бы мы погибли все вместе, во время взрыва, наверное, чем такое увидеть и пережить, я не могу двигаться, не могу освободить других, выживших, наверное, кроме меня нет, никого, друзья, да, смотрите, они все убиты, их, в них, либо выстрелили, всех убили, кроме меня, видимо, обо мне забыли, тот человек, который убил мою жену, я его запомнил, я его запомнил, надеюсь, что мы ещё встретимся с ним, очень холодно, очень холодно, а куда идти, непонятно, здесь у нас есть путь туда, путь туда, различные камеры, но, наверное, мне надо идти, не совсем я разбираюсь, куда идти, что это такое, так, это молоток, да, у меня есть молоток, и кулаки появились, а как драться, вот так драться, походу, мне обучаться, это блок, это блок, на джойстике, конечно, нужно немножко привыкнуть, как с этим бороться, я только что взял молоток, взял отвертку, взял ещё ключ, мои предметы, гаечный ключ, комбинезон, убежище, это, я так понял, на мне одет, кольцо тоже на мне одето, или у меня два кольца, а, ну да, моё и жены, что я только что сделал, я выбросил, наверное, молоток, да, я выбросил молоток, поэтому давайте его вернём назад, то есть я могу что-то положить, могу что-то оставить, начинаем постепенно разбираться, в общем, вмазать мы уже можем, вмазать мы кому-нибудь уже можем, будем отправляться дальше, там кто-то сидит на окне, я даже боюсь, подумать, мать его, кто там на окошке-то, друзья, это большой, большой таракан, и он там не один, так, у нас есть первое оружие, которое нам дали, силу я прокачивал хорошо, мускулатуру прокачивал, тоже неплохо, поэтому к бою готов, потрёпанный планшет, сигарета, картотека, мать его, довоенные деньги, я не знаю, зачем я это всё беру, добро пожаловать в сеть Робко Индастри, с инструкцией по безопасности для убежища, строго конфиденциально, только для службы безопасности, убежище 1.1.1 предназначено для исследования, долговременного воздействия прекращения жизненных функций, на испытуемых людях, не подозревающих в эксперименте, сотрудники отдела безопасности, не несут ответственность за сохранение целостности комплекса, и занимаются наблюдением за деятельностью, научного персонала, ни при каких обстоятельствах, персонал не разрешается отклоняться, от назначенных обязанностей, нарушения супординации или вмешательства в деятельность убежища, караются высшей мерой наказания сотрудникам отдела, как тут дальше, безопасности разрешено применять смертоносное оружие, друзья, мы не были спасены с помощью компании Волтек, нас сюда закрыли ради эксперимента, всю мою семью, представляете? Всё ясно, всё ясно, всё ясно, всё ясно, всё ясно, это журналы, друзья, это журналы службы безопасности, боже, это всё-таки произошло, конец света, еле успели запустить всех резидентов, выжили не все, теперь остались только мы и ледышки, не понимая белые халаты, пытались мне объяснить, что заморозка это какой-то серьёзный эксперимент, ради светлого будущего, или типа того, не знаю, не нравится мне, что мы им мило улыбались, а потом засунули в лёд, почему их не предупредили, это про нас, друзья, это про нас, произошло это всё под Хэллоуин, 23 октября, 25 декабря 2077 года, Рождество под землёй, собрались с другими охранниками, ребятами из отдела обслуживания, устроили небольшой праздник, лучшим подарком для всех оказались не совсем ещё чёрствые кексы, из учёных никого не было, смотрителя тоже не было, не понимаю я их, они что-то от нас скрывают, очередная корпоративная тайна, только для избранных, ну и ладно, ещё несколько месяцев, и получим разрешение на эвакуацию, а потом начнём новую жизнь. Разрешение на эвакуацию от Волтек, так и не поступило, надо уходить, почти закончились продукты, Стэнли чуть не пристрелили, за то, что он уронил крекер на пол, некоторые из нас потребовали от смотрителя открыть убежище, кто бы мог подумать, что настолько щуплое создание, способно так громко орать, теперь заперся у себя в кабинете, вместе со всеми учёными, нам приказано сегодня же вечером сдать все продукты, оружие и медикаменты, которые у нас есть, иначе будут последствия, мы всё обсудили, пора, так или иначе, мы выберемся из этого убежища, ну что ж, мы узнали, что здесь произошло, походу бросили не только нас, но и обслуживающий персонал, картотека, здесь нет ни черта, поэтому будем двигаться дальше, Волтек походу тоже погиб, потому что даже за теми людьми, которые здесь работали, никто абсолютно не пришёл, и поэтому меня и забыли, наверное просто уже эксперимент провалился, и меня не было смысла дальше исследовать, но у меня такая мысль, так, достанем мою дубиночку, так, таракан, таракан и... И таракан мне откусил уже кусочек линии жизни, смотрите, вот она находится, вот, могу пить, и что ещё могу здесь сделать, бутылка, пиво, я думаю возьмём, пиво лишним не будет, сколько я могу унести, пока не знаю, это мне должны об этом сообщить, что-то я тут ещё набрал, в общем, пивом я запасся, нормально, рекреационный терминал, так, это привилегия, если рабочие показатели упадут, данная привилегия будет отозвана, отдыхайте, не забывайте об обязанностях, это уже записи смотрителя, что это такое, непонятно, какие-то пароли, надо может запомнить какую-нибудь, Рик, запомним один, так, у нас тут награду дали, ретро-футуризм, и эта игра, датирована 2075 годом, а такое ощущение, что это 80-е, 20-го века, ух ты, это компьютерная игра, друзья, хелп, 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 там инопланетянин, как далеко ты сможешь забраться, я могу прыгать, я могу ползать, здесь летят всякие ракеты, друзья, эта игра мне напоминает, игровые автоматы, начала 80-х годов, по-моему, автомат назывался, Кинг-Конг, либо что-то типа того, но в такое я когда-то уже играл, мне даже вот, очки дают, ух ты, ух ты, интересно меня задавят сейчас, нет, не задавили, так же что-то подобное, и Донки-Конг называлось, так, я дошел до какой-то женщины, тут теперь голова какая-то, ну, не знаю, играть, наверное, мы не будем, да, играть мы, наверное, не будем, оставим это на потом, но все же интересно, на это все посмотреть дело, 2075 год, а здесь 8-битный формат, ладно, все, друзья, выход, выход, все, пойдем дальше, играть, конечно, можно бесконечно, и это круто, конечно, мини-игры, постапокалипсис, это просто здорово, чем-то же надо было, смотрителю, заниматься, правильно, у обычных людей, такой радости не было, а здесь, наверное, спали, те, которые писали, тот блог, который мы только что читали, вот тут убитый таракан, нами, нам просто надо было зайти сюда, да, да, просто надо было зайти сюда, что это такое, какие-то рубильники, какой-то аппарат, таракана уже убили, я думаю, там ходить небезопасно, что это, что это, это, это проход дальше, сволочь такая, хотел на меня, напасть, я его убил, да, а, я его взял, смотрите, и даже могу бросить, я могу таскать предметы, сука, это какой-то, блин, гигант, интересно, у меня здоровье восстанавливается, что же здесь все-таки произошло, ну, на первый взгляд, это голод, пришел, я взял какую-то хрень, как этим всем пользоваться, я пока не знаю, вот прыжок, что-то такое, а, это пошаговая битва, наверное, да, если нажимаю ладин, но меня должны этому обучить, по идее, а это супер удар, ну, будем ждать, пока меня обучат, сам не буду никуда лезть, смотрите, сколько там тараканов, а, вот, теперь мощную атаку, ну, я нажал принять, что, я нажал принять, но, ну, 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 не знаю, как это будет работать дальше, то есть, есть пошаговый режим, конечно, не полностью пошаговый движение происходит, а, друзья, фонтанчик восстанавливает мне линию жизни, вот, мы уже научились лечиться, это хорошо, есть большие перспективы и шансы, что мы выживем, выживем, стимулятор восстанавливает 30% от уровня здоровья, и повреждение конечностей, добавьте стимуляторы в избранное, для просмотра избранных предметов нажмите крестик, так, охранный пруд, стимулятор, а затем нажмите крестик, чтобы его использовать, я понял, а мне не надо его использовать, у меня полная линия здоровья, ну, ладно, будем иметь ввиду, что такое крестик, кстати, я могу поменять свой образ, хорошо, что я прокачался с детства, а то, я не знаю, сначала бы себя чувствовал, как-то очень ущемленно, и вот у меня появился пистолет, но пистолет конечно от первого лица стрелять, это безусловно логично, исследовать будем от третьего лица, а стрелять будем от первого, проверка, проверка, так ладно, куда наметти, вон туда наметти, больше нам патронов, о, еще один пистолет, и еще одни патроны, уже 72 у нас, нормально, нормально, так, пистолет у нас тоже добрался, в быструю ячейку, я пока не знаю, как добавлять сюда быстро, нужные мне предметы, ну ладно, побегаем пока с пистолетом, твою ж мать, ладно, почему-то использовал я только что, терминал, заперто с терминала, только что шприц использовал, я не знаю, почему это так произошло, терминал это вот это что ли, или мне придется снова пройти эту игру, так, инструкция для смотрителя, убежище 1.1, для исследования долговременного жизни, а так, это я уже читал, это я уже читал, креолятор, я давно уже мечтаю создать портативное устройство, для креогенной заморозки, креолятор, последствия результат моей работы, к счастью, у нас достаточно запас химикатов, и компонентов, прототипа, в общем, люди искали что-то, вернее, эти ученые, от радиационного заражения, что именно, нам, наверное, предстоит узнать, так, это я читал, прием резидентов, журнал смотрителя, тоже читал, давайте, открывать уже дверь, напомните всем сотрудникам, соблюдать порядок, и следовать протоколам, отключения, пожалуйста, сохраните все служебные записи, и исследовательские документы, обратитесь к местному руководству, Волтек, за дальнейшими инструкциями, все, дверь открыта, мы это сделали, сейчас будем, наверное, перезарядка, я не знаю, как происходит, а с джойстика, я еще, наверное, долго буду приспосабливаться, стрелять, пока наведу стик, я не понял, я не попадаю, да, охренеть, я, наверное, перейду на ручной, ручной бой, что-то пока тяжеловато, ну, ладно, постреляем, патронов дали нам вдоль, как перезаряжаться, на пистолете, а, вот как стрелять, друзья, чтобы пометить цель атаки, нажмите R2, чтобы прицелиться, и стрелковое оружие, в конечность, используйте L, холодное оружие, не позволяет целиться, в конечности, ну, что ж, 49%, стрельнул, не попал, у меня было ровно 50%, на все про все, давайте еще раз попробуем, применить, вот такое дело, давайте, 59%, возьмем, и, да, я в него попал, я его убил, еще и крит у меня произошел, нормалек, вот так это работает, вон еще один таракан сидит, а их тут многовато, многовато я вам скажу, 77% выбираем, и мочим, отлично, его убил, превосходная такая у нас тут заставочка, но меня уже, по-моему, стреляют, в общем, мелких надо будет, как-то прицел выше мушки бьет, я не знаю почему, мушку направляю правильно, а он бьет почему-то выше, но, наверное, будем брать тогда ниже, ниже цели, вот такие вот пироги, и на джойстике, я думаю, мы постоянно будем стрелять, в замедленном варианте, как матрица, так как прицелиться здесь, нелегко, вот как перезарядка, наконец-то мне написали, как здесь перезаряжаться-то, что мы имеем, мы имеем еще какую-то камеру, мы отправляемся еще и сюда, довольно большое, обширное убежище, закрыто многими дверьми, и чтобы пройти к выходу, для скрытого перемещения, нажмите R3, пока вас никто не видит, если не хотите, чтобы вас обнаружили, передвигайтесь медленно, избегайте яркого света, используйте рукопашные приемы, R3, это что такое R3, а, вот это R3, ну конечно, в стелсе лучше делать это так, на свет лучше не выходить, сколько тут тараканов, я вижу только одного, ну нормально, я считаю нормально, лучше мать его, чем с пистолетом, уже можно не прятаться, наверное, да, может от сетовой позиции, и стрелять будет лучше, вот что-то я так, не задумывался, а, мы здесь были, друзья, это нам открыли все двери, там мы только что, собирали инструменты, а здесь что-то предлагают, мне взять, да, кресло, кресло с собой не возьмешь, так, тут доктор, это в 74, в 78 году, произошла вот эта катастрофа, последняя запись, была датирована, именно этим днем, но судя по трупам, где они уже лежат здесь, очень-очень, пип-бой, друзья, пип-бой, наш наручный компьютер, наша панель управления, и наш помощник, я думаю, в этом постапокалиптическом мире, даже еще работает, немножко, конечно, пылью покрылся, копирает 75 год, наш старый друг, символ всех фоллаутов, и так, для выбора вкладки, используйте R2 и L2, здесь я вижу, друзья, для смены разделов, используйте L1, ну, понятно, уровень я вижу, очки действия 100, чтобы открыть меню пить-бой, откройте кружочек, блин, как это все запомнить, голова разрывается, ну, давайте посмотрим, так, это состояние наше общее, 17 патронов, или что это такое, непонятно, какая-то каска, уровень радиации, да, да, здесь наши характеристики, пока повысить я ничего не могу, ОЗ это очки здоровья, ОД это очки действия, тут еще способности есть, но они пустые, наверное, это все позже, так, это наши предметы, оружие и одежда, мы можем с помощью этого прибора, даже выбрасывать, необязательно заходить в инвентарь, а, собственно, это и есть наш инвентарь, я немножко заговорился, можем что-то выбросить, можем что-то взять, но я думаю, выбрасывать мы ни черта не будем, потому что, мы бедные, нести мы можем, 260 килограмм, или, как, в чем здесь измеряется, вряд ли килограмм, в общем, единиц веса, в левом углу это написано, тут, ноль, это, я так понял, какие-то крышки, крышки от колы, наверное, в какой-то игре такое уже было, и это были как деньги, в постапокалиптическом мире, не знаю, будет ли здесь так, характеристика оружия, инфо, ух ты, здесь можно улучшать наш, крестик, смотрите, мы можем быстро выбирать, довольно много предметов, но пока что только у нас три, инфо, инфо, время на исходе, покинуть убежище, так, это наше задание, это наше задание, что нам нужно сделать, я разморозился, там такая забавная картинка, это карта, локальная карта, можем переместиться вот так, то есть, где мы сейчас находимся, а это карта мира, посмотрим, что это такое, так, и радио, 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 что нам крутить, что-то радио у нас не крутится, радио, что-то у нас не крутится, ну и не надо, не сильно и хотелось, а, вот, увеличивать, тут и мышка даже у нас есть, умиличивать масштаб этой карты, поэтому в радио мы можем тоже крутить, да, мать его, что-то я не могу крутить радио, почему, я не знаю, почему я не могу крутить радио, я уже нажал все, что только можно, вот, а это развитие силы, это наши характеристики, да, развитие силы, восприятие, выносливость, харизма, это те очки действия, которые мы сюда добавляли с вами, да, следующий уровень, а где мои очки действия, сколько я могу сюда потратить, или не могу, преобразуйте энергию, ци в неукротимую ярость, удары кулаками наносят 20%, я не могу пока что добавить, необходимо сил 1, сил 2, ладно, друзья, пока я ничего не могу здесь делать, будем разбираться с нашим пип-боем чуть позже, а теперь, а теперь управление дверью убежища, ну давай, а, все, это предел, друзья, мы на этом лифте сюда спускались, а теперь будем подниматься, да, а мы все тут осмотрели с вами, я так особо не бродил по этим, коридорищем, ладно, хрен с ним совсем, наша задача отсюда выбраться, что мы сейчас и сделаем, пип-боя изучим потом, когда уже нам что-то повысят, кстати, тут какая-то записка, да, записочка, записка, но читать нам нельзя, не дают нам читать, ну и не надо, ладно, поехали нахрен отсюда, подключаем наш пип-бой через USB порт, если он существовал в то время, ученый, ученый даже не успел, не успел запустить этот двигатель, дверь убежища открывается, медленно и уверенно, довольно плотно она заперта, интересно, какой сейчас год-то на дворе, добавляется лестница, и мы можем теперь войти, мы теперь можем войти, а, это дверь и открывается, я решил прыгнуть через верх, все же здесь больше мне ничего не надо, кресло может с собой взять, для убежища, обустраивать может будем, ну, ладно, в любом случае, все что могли мы сделали, это нам читать не дают, и приглашают в лифт, вот именно с этой точки, друзья, мы с вами сюда и попали, нас выпустили, любезно встретили ученые, и тех, кто здесь находился, и отправили, как кроликов на опыты, ну, я один выжил, вы хотите что-нибудь изменить? Да нет, ничего не буду менять, ни внешний вид, ни имя, ни параметры, поехали, Способность каннибал позволяет восстанавливать здоровье, поедая трупы гуманоидных существ, то есть, я могу, например, грохнуть какого-то мутанта, сожрать его, и остаться при этом, наверное, человеком, да? Я надеюсь, что так, а где эти способности улучшать, для меня это пока загадка, каждый найденный выпуск журнала, байки торговца, что-то там я не успел прочитать, и вот он, друзья, тот самый, выход на поверхность, выход на поверхность, война никогда не меняется, еще одну на грандл мне влепили, друзья, это тот самый кран, который я видел, когда сюда бежал, короче, мы, мать его, мы на том же месте, где и были, только теперь города нет, людей нет, и ничего вообще живого в этом месте нет, осталась только дымка, выжженные леса, пни, сухая трава, ну, в общем, настоящий полноценный мир постапокалипсиса, вообще никто здесь не выжил в этом месте, только те, кто отправился на опыты, и на эксперименты, вот здесь какая-то будочка находится, лежит какой-то трупешник, бутылка из-под ядерной колы, я не знаю, зачем она мне нужна, деревянный ящик, подробнее в деревянном ящике, что тут ничего нет, еще один гаечный ключ, я взял какую-то папку, и кнопка для убежища, в общем, в убежище я уже никогда не вернусь, это те, кто не успел добежать, или те, кого не пустили, какая у нас вообще задача теперь, охренеть, друзья, я могу назад еще вернуться, ух ты, так значит убежище, многократное у нас, в убежище мы можем возвращаться неограниченное количество раз, а я тут думал, что уже все, бесплатная, мать его, карусель, ладно, но мне сюда не надо было, я только отсюда вышел, все ясно, но будем знать за то, что у нас есть в случае очередных проблем с ядерным оружием, мы можем здесь снова укрыться, убежище закрывается довольно плотно, и оно нас попросту защитит от всяких недугов, или нашествия каких-нибудь мутантов, которые возможно здесь находятся, ладно, что нам делать, как нам вытащить наш пип бой, какой кнопкой-то, для настройки обзора удерживайте и отклоняйте R вверх и вниз, ну это да понятно, а где наш пип бой, как его активировать-то, ё-моё, это блок, это прыжок, это я что-то себе, мать ё, как обычно, вколол, это патроны, попробуем ещё раз выстрелить, нормально, а как же активировать пип бой, видимо я это упустил, момент, Ладно, друзья, сейчас я залезу в настройки, посмотрю и вам скажу, и так, я вернулся, друзья, пип бой у нас вот этой кнопочкой оказывается на джойстике активируется, я перепробовал уже всё, давайте выберем инфо, блин, сколько здесь функций, на вкладке предмет вы можете выбрать оружие и добавить его в избранной, кнопкой R1, надо не забыть, когда этот вопрос снова возникнет, информация, друзья, у нас вернуться домой, новая миссия, новая миссия вернуться домой, мы на ней останемся, сейчас я привыкну, и карта, у нас есть быстрое перемещение по карте, мы можем в любой момент быстро переместиться в убежище, где бы мы не были в этом месте, окей, окей, а как теперь нам вернуться домой в убежище, выбрать активное, есть, я выбрал активное, и показать на карте, и вот, появилась заметка на нашей карте, где находится наш дом, а дом-то там у нас, друзья, и находился, посмотрим на локальной карте, посмотрим на локальной карте, к сожалению, это плохо видно, но только на карте мира видно, в общем, нам нужно добраться сюда, нам нужно добраться сюда, и это мы уже сделаем, друзья, в следующей серии, а вокруг нас, постапокалиптический мир, который таит себе много тайн, и нам нужно узнать, во-первых, что здесь вообще, мать его, произошло, и второй вопрос, выжил ли мой сын, которого кто-то забрал, ну что ж, спасибо, что смотрели, если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, с вами был Дмитрий, канал Шедвель, игровые миры, пока! Субтитры сделал DimaTorzok